Тур Евгений Владимирович, 11-10-1993 года рождения, родился в городе Кировоград. Ехал в 2002 году жить в России, отучился в школе, призывался в армию, служил в армии по срочке, призывался потом после срочки по контракту 20 января этого года на полигонщика. Работал полигонщиком, пришла по повестке в командировке на 2 месяца в Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону мы приехали, потом нас забрал поковник, на Черкассе, забрал документы, передели. Ты у нас военный вооруженных сил Российской Федерации. Звание у тебя? Сержант. Сержант, служишь? В 316-16 расширств танков. Еще раз, часть, поднять мне, пожалуйста. 30-16. 30-16. Нет, 30-16-16-46, да, танков. Нет, нет, тире-6. А, тире-6. Тире-6, танковая. 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 Подготовительная палатка. Танковая. Короче, щепка, да. Щепка. Хорошо. Пробишь, минуточку, можно? Говори громче, пожалуйста. Как ты попал на территорию Украина? В октябре, 14-го, я уже на поездку пошла, мы сели в поезд сразу. То есть, тебе 14-го октября пришла повестка, да? С 17-го на 19-го вроде. Хорошо, пришла тебе повестка. То есть, наверное, не повестка, а распоряжение какое-то, чье-то, да? Нет, повестка, как обычная. Съездить, сделать, приезжать обратно. Хорошо. А что конкретно было написано в повестке? Просто командировка на два месяца. А куда никто не... В Ростов. Ну, шутка. Потому, шутка с командировкой. Командировка на два месяца. Ну, отказаться, допустим, от этой командировки? Или ты даже не предполагал, что походишь? Я не предполагал, я думал, как обычно съезжу, сделаю, приеду домой, спокойно будет, совсем. Ну, приехал ты в Ростов, значит, ты Владимир, это где-то дня два ехать, сутки, да? То есть, ты 14-15-16, а где-то с числа 16-го был в Ростове, да? 14-15-15, на 2-й. Ну, сколько вас там в Ростове держали? Два дня в Ростове. Два дня в Ростове. А такой вопрос еще не в Ростове, а в Новочеркасске. С кем ты там в Новочеркасском общался? Ты, может, вы помнишь звание? С майором. Майор, а фамилия? С фамилией, не фамилией. Имя, может быть? Просто майор мне не умеешь представить? Евгений Евгеньевич, да. А полковник, ну, никак не представить, просто полковник. И ехали вы в Украину по гражданке уже или еще в гражданке? Ехали в Украину по гражданке, да? При этом документы, ребят, а кто забрал? Майор. Ну, хорошо, ты уже понял, что ты едешь в Украину. В Черкасске, когда забрал автобусы, еще не понял, что вы приближете границ, выискали, чтобы вы едете на Украину полигоны накрывать. Полигоны накрывать, понятно. Отказаться было возможно? Нет. Почему? Если отказываешься, или собираешься, или теряешься. То есть это у вас законодательный, как вы смотрели? Нарушение, как раз. Ром, сейчас еще. Нарушение, как раз. Сколько лет у вас? В 80 кг. В 80 кг. Понятно. А что такое теряешься? То есть если не сажают, то теряешься. Да, люди возвращаешься и непонятно. И отправляют. Уже были случаи такие, что люди терялись? Вот один, да. А как их слух? А вот эти ребята, которые с тобой приехали, 30 человек, они... Ну и вообще как отношение к этой люди? Которые мои ровесники. Да. Которые тут подстраивались, что они тоже подготовлены. А которые будут постарше уже. Ну... Они не прошутся. Они не прошутся. Правда. Сразу сюда. А что вообще слышно по поводу вот этих вот Донецкой Народной Республики, а именно по поводу их армии? Что вот говорят насчет того, что будет с этими ДНР, которые взяли... То, что их расформируют, сделают большой один учебный санатор. А если отказываешься или убегаешь, ты не возвращаешься, ты не находишься. То есть я понял. Скорее всего, будет их как-то уничтожать, да? Ага. Вот что бы ты хотел, вот сейчас вот, что бы ты хотел... Ну, можешь маме что-то сказать, это мы обязательно передадим. То есть что ты хочешь маме? Ты живой, да, как-то думаешь? То, что я ее люблю, мам. Я ее люблю. Извини меня за все, что не слушал тебя. Прости. Ну, что ты сразу с мамой обращайся? Я думаю, что вы с ней еще увидите. Попал ты в плен, да? Что с тобой происходило с момента, как вас взяли на борт? Бросили в багажник. Привезли в другое место куда-то. Это тоже супер. Там стал хорошо относиться. Дали свитер. Накормили. Напоили чаем. Лекарства дали. Одели. Как бы сейчас я сижу и кофе. А что бы ты хотел сказать своим, сослужиться? Если приходят в поездки, не едете. Вы, если приедете, в любом случае, что вам не обещали, вы не вернете домой. Потом ждут всех дети и семьи. Но того не стоит. При возвращении в Россию тебе как отнесутся? Ну, домыслы и логические рассуждения, то нехорошо. Некоторые телеканалы показывают информацию о том, что злые укропы обстреливают Донецк. Ну, что у вас поэтому? То есть, вот ты жил в Донецке, получается, с 18-го числа и по вчера, это, сколько, порядка двух недель, хоть раз были попадания в центр Донецка и за это, за все это время. И видел ли ты действительно факты того, которые подтверждают то, что рассказывают в России насчет того, что укропы, артиллерии убивают миром и так далее? Видеть, не видел. Когда приехали, слышали пару взрывов. И вот всего лишь один день был, когда приехали, один день в нем сильный взрыв был, один день где-то в городе, где-то точку логу упал. У тебя, вот ты будучи в Донецке или же будучи еще в России, смотря вот телеканалы, никогда не возникал вопрос, почему, почему вот эти вот все телеканалы появляются на месте взрыва или там обстрела, где-то за минут 10 появляются до начала обстрела, причем находятся где-то метров в 200 оттуда, куда попадают. Что ты думаешь по этому поводу? Не знаю, что сказать. Ну а ты не думаешь, что это возникла провокация? Не знаю, теми же самих боевиками. Чтобы воззлить народ, чтобы больше ушла, наверное, в добровольство. СМИ в России, они показывают какую информацию про Украину? То, что идет в сильные, в отченые бои. И Донецк всегда был обстрелом, гибнут верные журители. А при этом ты как бы один раз только слышал взрыв донецка. Сколько польских, американских, итальянских, французских наемников ты встретил за два дня, пребывая, скажем так. Не я, ну. СМИ в США в США в США.